Был принято решение о задержании подозреваемого с поличным. На встречу с подозреваемым наш заявитель пошел уже под контролем сыщиков ОППК Юго-Западного административного округа. Но как только чиновник получил 1 миллион 200 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками московской полиции. Тишину в здании Клинского управления Росреестра нарушает громкий топот бойцов спецназа. Несколько оперативников без стука врываются в кабинет руководителя организации. Валерий Долженков таким вниманием полицейских смущен. В пакете ровно 1 миллион 200 тысяч рублей. По версии следователей, именно в такую сумму начальник районного Росреестра оценил свои услуги по ускоренному оформлению объектов недвижимости. За последний год суммы взяток в Росреестре увеличились многократно, что подтверждают многочисленные уголовные дела, возбужденные за последнее время и не только в Москве и в Московской области. Связано ли это как-то с той командой, которая сейчас у руля Росреестра? Оставим этот вопрос для правоохранительных органов. Пока мы готовили этот материал, источник, близкий к следствию, сообщил еще об одной поимке коррупционеров. Чиновники Росреестра по юго-восточному округу столицы, Заболотный и Ливандовская, обвиняются в мошенничестве с использованием должностных полномочий. Из рассказанного можно сделать разные выводы, но уже совершенно очевидно, что ведомство не подготовлено ни к переходу на единый государственный реестр недвижимости, ни к объединению Росреестра и кадастровой палаты, ни к иным мероприятиям, заложенным в дорожной карте. С высокой долей вероятности после выхода этого фильма Максим Костеров будет назначен на другую должность в Росреестре. Вероятно для того, чтобы меньше привлекать внимания к своей персоне. Но ведь от этого ситуация не поменяется.